Очередь за наличными. На Ки приходят слухи, что некоторые банки скоро станут неплатежеспособными. Поэтому такая картина сейчас наблюдается перед многими банкоматами Никосии. Жители острова пытаются снять все сбережения со своих счетов. Люди боятся, что денег не хватит даже на самое необходимое. Все пытаются добраться до своих сбережений, потому что в большинстве магазинов, заправок, аптек, лавок и супермаркетов перестали принимать кредитные карточки. Это страшно. Поэтому каждый должен иметь при себе наличные. Пугает и то, что может произойти во вторник, в тот день, когда, по идее, должны открыться банки. Психологически я чувствую себя ужасно. То нам дают надежду, то ее снова забирают. Мне всегда говорили, иди работать в банк. Так ты обеспечишь себе уверенность в будущем. Теперь и это под большим вопросом. Владельцам лавок в центре столицы последние события основательно подпортили торговлю. Так что им не остается ничего, кроме как играть в нарды. Заказать товар они не могут, потому что банки не совершают переводы. Начиная с субботы все, я имею в виду бизнесменов, испытывают большие трудности. Потому что прекращены любые поставки. Мы не можем ни везти товар, ни вывезти. В своей лавке Антонис торгует продуктами из Азии. В настоящий момент он ждет новой партии товара. Но из-за того, что он не может оплатить счет, товар постепенно гниет в порту. Может быть, на следующей неделе мне уже нечем будет торговать. Что нас ждет? Немецкое правительство должно понять, что Кипр – очень маленькая страна. Неужели это такая большая проблема? Ему, как и многим его землякам, хотелось бы, чтобы Евросоюз предоставил Кипру помощь, как это было сделано в отношении других кризисных стран Еврозоны.